Городской парк, зона отдыха, на детской площадке играют дети. Все бы хорошо, но есть одно но. Здесь две собаки. Бездомные ли они? Или у них есть хозяин? А если он есть, то где он? И почему собаки без намордника? Опасно ли это? Несколько дней назад здесь произошла трагедия для одной семьи. К нам обратилась девушка и рассказала вот такую историю. Вика, конечно, понимаю, что очень вам сложно об этом говорить, но расскажите, когда это и произошло, что случилось? Я 1 августа с мамой, своим маленьким ребенком и с маленькой собачкой, с Йорком гуляла на детской площадке. Потом решили пойти на ту площадку, и когда мы переходили по этой дорожке на ту площадку, на коляске, в траве лежала такая большая собака, по ней было видно, что она неухоженная, бездомная. И моя собачка побежала навстречу к ней, но она была в метре от меня. Мы начали с мамой обсуждать, знакома эта собака или нет, после чего мне мама сказала, что это бездомная собака, мы ее не знаем. Я прям сразу пошла вот за своей собакой, прям буквально, то есть я даже не оглядывалась и не смотрела в другую сторону. И когда я подбежала уже, я не увидела этого момента, как все произошло, но я поняла, что он начал испугаться. И когда я подбежала к нему, я увидела, что он уже лежит без сознания, у него шла кровь, и я его взяла на руки. Мы начали с мамой делать ему искусственное дыхание, после чего мама побежала к выходу и отправилась в ветеринарную клинику. В ветеринарной клинике ни одна не работала, и я там стояла, сидела на коленках с ребенком, плакала, до последнего ждала, пока за мной приедет муж. И далее мне сказали дети, что эта собака не раз кусала маленьких детей, и нападала, и кусала, и вообще, что она себя агрессивно ведет. И после чего пришла эта женщина, она повязала эту собаку, и еще с ней шел маленький Джек Рассел. Я начала рыдать, говорить, что вот, ваша собака загрызла мою, плакала, у меня ребенок маленький сидел, я на коленях вся в крови, я была вся в крови просто, и она посмеялась и сказала, что я смеюсь просто, что это бред, что и собака даже мухи не обидит. После чего она просто ушла и не стала никого слушать, хотя люди, которые были очевидцы, они также ей выговаривали, почему ее собаки ходят здесь по детской площадке и бросаются на детей. О том, что по городу бегают бездомные собаки и кусают людей, известно практически каждому. Но почему же домашние животные проявляют агрессию? С чем это может быть связано? На самом деле здесь много факторов влияет на вообще проявление агрессии собаки. Это и воспитание, и агрессия в плане боязни собаки. То есть если собака в детском возрасте, в молодом возрасте запечатлелся у нее страх, страх всегда приводит к агрессии. Это постоянно. Когда человек относится к собаке, отчеловечивая ее, он делает грубую-грубую ошибку, потому что это животное. И у него другие нормы, у него другая психология. Они совершенно по-другому чувствуют. У них язык свой, собственно говоря. Поэтому нельзя себя приравнивать к собакам и собакам к людям. Поэтому с этих вот всех трех сторон собака может проявлять агрессию в любом из этих случаев. Однозначно это контроль. Обязательно смотреть, есть ли ваша собака агрессивна к другим собакам. Всегда смотреть, есть ли где вокруг собаки. То есть прогуливаться там, где их нет. Дрессировать однозначно. Дрессировка здесь нужна просто, вот как вода в пустыне просто. Соответственно, намордник, поводок, ошейник. Если чего-то не будет, если без намордника, даже на поводке, можно не уследить, и собака сцепится с кем-то. Кого-то напугает, покусает и так далее. Контроль, дрессировка. Если домашнюю собаку можно выдрессировать, надеть на нее намордник, поводок, ошейник и защитить ее от агрессии окружающих, то бездомные животные полностью предоставлены сами себе. Единственное, что делают власти региона в рамках программы стерилизации бездомных животных, собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают назад на улицы города, тем самым считая, что собака станет доброй и не будет нападать на людей. Стерилизация в любом случае она успокаивает животных. Но насколько прямо 100% она будет спокойной и небезопасной для окружающей среды, это все сугубо индивидуально зависит от каждого животного. Чем опасен укус собаки? Незначительный укус, просто покус. В любом случае животное должно быть тестировано на бешенство в течение 14-дневного карантина. Это надо обращаться к государству, станцию для постановки животного на карантинное бешенство. И занесение незначительных инфекций, так как собаки ген не соблюдают определенно. Может быть, небольшая припухлость в месте воспаления. Если мы говорим о небольших покосах, я не беру в счет сильные травмы, которые представляют угрозу для жизни. А что человеку делать, когда его собаку кусают? Обратиться в ближайший травмпункт. К сожалению, этот случай далеко не единственный. И самое страшное, что от зубов агрессивных собак страдают не только другие животные, но и люди. Ну, у меня один раз собака одна, вот эта вот рыжая, чуть не укусила за ногу. Она очень, наверное, агрессивная на колеса, автомобили, на велосипедах, самокатов. Она меня за ногу один раз, помню, слегка хватанула уже вчера. Страшно было? Да. Родителям сказала об этом? Да. А что они сказали? Они сказали, надо быть осторожней, потому что собак сейчас очень много бешеных. Ну, могу сказать конкретно, я хожу с электрошокером. Потому что хожу на работу на Калинино, а у меня сотрудница покусала тут собака весной. Вот, тоже хозяйская была, просто выпущена на улицу и покусала. Поэтому страшно ходить, конечно. Вообще сюда вот боюсь ходить с ребенком в эту часть города. Тут очень много собак. Проблема нападения собак на людей остро стоит в городе не первый год. И если заниматься бездомными животными должны власти города, то граждане обязаны ответственно относиться к содержанию своих питомцев. С 8 июня 2021 года внесены изменения в закон Московской области о внесении изменений в кодекс Московской области административных правонарушений, где устанавливана административная ответственность для владельцев собак за нарушение правил выгула, где предусмотрено, что собаки должны гулять в специально отведенных местах с намордником, с поводком. Если собака в размере до 25 сантиметров в холке, либо собаки до 3 месяцев в щенке, то им разрешается гулять без намордника. Также за нарушение данного нарушения предусмотрена административная ответственность от 1000 до 2000 рублей. За причинение ущерба имуществу предусмотрена ответственность от 1500 до 2000 рублей. Также за нападение собаки на другое домашнее животное, повлекшее увечие, в том числе смерть, предусмотрена ответственность от 4000 до 5000 рублей. Если на человека нападает другая собака, то 5000 рублей. Этим всем рассмотрением данных нарушений занимается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. И все вопросы по данным нарушениям надо обращаться именно туда. Делаем вывод. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому, если вы заметили бродячую собаку или же стаю животных, если чувствуете, что животное агрессивное, то лучше не стоит испытывать судьбу, а постараться избежать столкновения.